чё я всех приветствую братики на канале разума на канале здравого на канале смысла блять с вами дмитрий вазь а вот я рад приветствовать вас на своем канале разума и здравого что правильно смысла с вами дмитрий вазь сегодня я хотел бы продолжить историю паранойя 3.0 думаю следующую часть запилить паранойя 4.0 это будет вообще пушка реально вот паранойя 4.0 это продолжение той же из той же серии значит остановился ну да в общем есть девчонка из этой познакомился там все мы гуляли туда сюда значит пришла на ко мне мы смотрели лицо со шрамом посмотрели реально лицо со шрамом и на моменте как раз таки там где сцена пыток бензопилой я проснулся и она сказала мне чтобы я ну вызвал ей такси соответственно так оно и произошло я вызвал ей такси и соответственно и отправил домой ну как положено все вот значит события развивались потом следующим образом мы долгое время какое-то даже не общались где-то неделю две но я там ездил на работу она там своими делами занималась как изначально было заявлено как изначально было заявлено она работала медсестрой понимать она работала медсестрой в родильном отделении ну в роддоме короче я же работал на компанию грузоперевозок работал по большой ялте ну крым короче там много объектов у нас было ну я был по сути то и разнорабочим и в то же время как бы и обычным грузчик экспедитор грубо говоря и вот мы так вот и работ я работал и работал к то время потом приехал один раз в ялту и в центре города встретил ее она шла короче с букетом цветов с таким веником знаете но недорогой букет а такое знаете что ну такой дешевый как будто еще полевых цветов кто-то насобирал где-то дешевый веник короче и кто-то подарил и она с ним шла как я естественно там подробности не удавался у нас все таки да были свободные отношения на тот момент мы ничего не обязаны были друг другу у нас были такие как бы установки грубо говоря вот и как бы с ее стороны да и с моей стороны все было нормально я встретил мы поговорили какой-то момент а потом она сама мне позвонила через некоторое время после этой встречи вот она сама мне позвонил и предложила встретиться как бы заняться мной понимаете как бы я считаю просто вот если уже по конкретике просто говорить эта девушка которую мне было она состояла в каком-то сообществе которая которая непосредственно занималась какими-то грязными делами то есть она искала себе жертв грубо говоря я считаю это именно так я до сих пор так что это было именно с этой целью сделано то есть кто-то может сказать у тебя шаза у тебя это ты слишком много накрутил да ребята да можно так сказать типа я все это выдумал но нет меня были явные доказательства прямо на руках и у меня жил сосед когда там рядом священник он не священник он хотел стать пастором ходил в протестантскую церковь но я его всегда священником называл то есть так уж повелось но не суть и этот священник он тоже с частенько меня с не видел и хозяин комнаты большого дома где я снимал комнату из мой сосед священник все видели нас то есть свидетелей было достаточно я за это особо не переживал и когда я с людьми общался ну там со своим соседом грубо говоря по поводу этой девушки то есть что она не думает туда-сюда не не кажется ли она ему подозрительной в какой там в каком-то плане я он же говорит то нет обычная нормальная девушка самая обыкновенная девчонка я нанес ну как бы я то с ней какое-то время встречался и у нас были близкие отношения понимаете я ее то лучше знал и понимал и конечно у меня есть основания ее подозревать в чем-то то есть у меня есть пусть они не железные эти улики но они имеются понимаете как бы и у меня есть четкие показания что вот она вот тут тут вот так себя ведет непорядочно ну не то что непорядочно неправильно со стороны ну всех всех моих не только моих опыта знакомств так люди не ведут себя короче реально не виду то есть я уже молчу про ту ситуацию когда она чуть не хоть не отравила меня им чуть я не вырубился в центре набережной то есть понимаете сколько все действительно серьезно а сосед мой которому я пытался объяснить священнику что вот такая вот девушка вот такие у нее повадки вот так она себя ведет очень неадекватно в каких-то моментах это все нормально вроде с виду нормальная девчонка там нас как бы общая кухня мы приходили там делали салат то есть он все это видел ее да как она готовит и он говорит это абсолютно нормально абсолютно хорошая даже в каким-то каком-то мере девушка хотя я абсолютно понимал что это не так я абсолютно понимал что здесь короче в этих деталях таится дьявол у меня были основания полагать на это ну то что что-то здесь не так что-то ребята здесь было не так поймите на были четкие основания полагать на это как бы дальше как развитие развивались до остановимся на том что я встретил ее нее был наверное какой-то ухажер как бы кто бы подумал да но с другой стороны мне казалось что она просто ищет новую жертву видимо я по каким-то параметрам я не подхожу может она воровка может она ищет себе побогаче кого-нибудь чтобы обокрасть а может быть она ищет кого-нибудь покрепче чтобы там вывести куда-нибудь на плантации и сделать его пожизненным рабом до конца жизни или ставить на нем эксперименты грубо говоря понимаете воображение может вообще как угодно развернуться в данной ситуации она могла что угодно как угодно для чего угодно искать себе жертву и по ходу я ей не подходил возможно каких-то моментах там я не такую уж там я такую ну дрыж грубо говоря да там обычный парень меня нет кучи бабла нету там ни машины ни жилья ну по крайней мере там не было и вот и все и вот и все я может и просто не подошел и она как бы стала отстраняться от меня искать себе кого-то в жертву ну чтобы приносить принести кого-то в жертву она искала другого человека я это так объяснил и действительно действительно так оно видимо и оказалось потому что в дальнейшем как бы встречаясь с ней она все охладела и вот эта подруга ее да опять же подруга у нее была которая тоже она очень странно себя вела когда мы встретились попить чаю в центре города она очень такая хихиха ха ну как очень все наигранное я понимаю что они не актрисы это не театр но очень наигранно они себе то есть мы заходим в магазин там смотрим шмотки которые нахуй не нужны не мнение никому просто и все таким образом все вокруг как будто какая-то игра это реально какая-то игра в которую я попадаю просто и не за уже как из нее выйти то есть я уже там по уши понимаете в дальнейшем как бы с этой подругой все отстранилось больше я с ней не встречался но еще такой момент она абсолютно отказывалась давать мне даже свой телефон как бы посмотреть там в свои фотографии я считаю это абсолютно нормально попросить у человека с которым ты встречаешься типа да я посмотрю твои фотки в телефоне но это же нормально я не лезу там сообщение в контакты в переписки на сайт и знакомств историю я просто посмотреть фотки покажи свои фотки она в отказную просто видимо там какая-то информация которую я не должен узнать понимаете хотя я и как бы ну пожалуйста смотри вот я вот там мой брат там еще мои друзья знакомые там бывшие пожалуйста смотри я тебе могу все про себя рассказать с ее стороны не было такого абсолютно понимаете она скрытый был человек то есть отстранен возможно это скажет да у нее просто был парень который богаче тебя и она вот думала своих чувствах и запуталась и пыталась выбрать но это было не стандартно опять же я бы раскусил если бы у нее были там сомнения насчет там каких-то чувств или еще какие-то там подобные вещи как бы это это было бы видно но этого не было то есть она явно со мной была ради какой-то цели и все это было устроено ради чего-то то есть я возможно ей не подходил по каким-то параметрам для того чтобы там оформить меня и так далее ну я просто был счастлив на самом деле и это стремная ситуация но самая загвоздка и почему то есть я подозреваю и так далее то есть не потому что ночью странно себя вела в каких-то моментах очень холодно отстраненная и неадекватно они просто шизом у меня были девушки с всякими заебами по поводу бывших по поводу там будущих настоящих она не под одну категорию не обходить не подходила то есть это абсолютно что-то из ряда вон выходящих исходя из этого я могу сделать вывод что как бы да я не подошел и как бы вот мне колесо фортуны возможно подвернулось но сам факт почему я то есть все всю эту историю как бы комплексую то есть и пытаюсь связать и называю это шизой в какой-то мере потому что у меня нет доказательств лишь по той причине что как бы она имела связь с органами с какими-то структурами органов она заканчивала милицейский юридический факультет я это узнал мне появилась эта информация доступ к ней второй момент это никак не клеится с тем что она мне рассказывала что она там училась и стала медсестрой фельдшером или там в родильном отделении так ведь это вообще не клеится то есть где юридические милиция полиция там и где блин медицина то есть это очень странно она меня лгала по факту и либо не договаривала очень серьезно поэтому как бы у меня на этом уже строятся догадки то что она меня обманула у меня появились сведения о том что она вот училась там там-то второй момент это ее фотография на сайте знакомств она тоже очень странная и были ну я сейчас вот все карты выдам но по факту в общем то там была фотография специально служебная собака короче это была ну немецкая овчарка довольно таки послушно она давала лапу она давала лапу и то есть исходя из этого ну она служебная служебная обчарка по ней видно было она натренированная у нее фотография с ней она как бы и с ней но она там не в форме да справедливости ради можно сказать она была не в форме она была в обычной одежде фотография черно-белая она очень странная очень таинственная и вот на выводе этой фотографии тоже могу сделать вывод она относится к служебным структурам то есть вот эта ниточка она тянется понимаете она тянется она реально тянется потом дальше 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 она меняет фотографию на абсолютно левого человека понимаете абсолютно левого то есть это тоже не выдумываю у нее была своя страница вроде как с ее данными с ее именем с ее фамилией и именем но она меняет абсолютно неизвестную рандомную какую-то другую тёлку то есть где логика это рандомная тёлка она на порядок ну скажем так модельный по внешности чем она то есть для чего это было сделано то есть это вообще ни в какие рамки то есть если так задуматься то есть этот человек просто водил меня за нос просто творил какую-то херню и у него у них у нее это не удалось и слава богу я остался как бы жив целый орел и уехал уехал и все в порядке видите но эта ситуация не отпускает потому что как она это клубок он не распутан но ниточки тянутся реально тянутся как бы не с пустого все это беру я не с ума сошел я не шиз я реально все анализировал и тогда говоря людям что вот мол вот смотри вот никто не верил но если бы я раскрыл это дело ребят тогда бы все поняли тогда бы все поняли кто здесь прав кто здесь батя в общем там был с вами дмитрий вайс такая вот история паранойя 4.0 до новых встреч